Ну что, друзья, всем привет, с вами Клауд, и мне просили снять что-то новенькое, поэтому мы сегодня посмотрим Гувальгейм, я уже немножко в неё поиграл и решил вам показать, потому что, ну, во-первых, попросить что-то новенькое на канале, потому что есть теория, что будет много просмотров, хотя я в это не верю, ну, и я тоже считаю игрушка замечательная, давайте поиграем. Здесь есть мультиплеер, движок, судя по графике, как вы видите, больше похож на воксельный, игра занимает всего лишь 1 гигабайт, при этом имеет гигантский мир, друзья. Мультиплеер не будем, здесь очень много серверов, на самом деле, там гигантское количество, по-моему, сейчас вовремя тысячи доступны, игра в стиме по оценкам заняла очень неплохие оценки, 93, по-моему, положительных отзывов, это, по-моему, очень круто, точнее 93% положительных отзывов. И в этом видео, друзья, я вам просто покажу, даже будет видео гайд, потому что не так очень легко и просто в нее играть, потому что в игре есть неочевидные моменты, и до некоторых я доходил 2 часа, ребят, но потом дошел, и все будет нормально, поэтому вам будет легче посмотреть видео, как гайд даже, надеюсь, вам будет полезно и интересно, друзья. Ну что, друзья, вот начинается игра, собственно говоря, даже если видите, можно пообщаться, но в данном случае, потому что у нас не серверная версия, точнее, мы играем, не создали сервер, поэтому будем общаться сами с собой. Игра по всем требованиям вроде бы небольшая, но когда вы бегаете, есть небольшие какие-то подгрузки, не подгрузки, но точнее в игре есть какой-то такой, знаете, неровный фпс, поэтому сразу говорю, что если вам кажется, что игра лагает, на самом деле она не лагает, просто у нее неровный фпс, скорее всего, из-за боксера движка, мне это кажется. Ну и игра еще находится в раннем доступе, поэтому, собственно говоря, чего удивляться. И вот наш большой орел, потому что игра про Скандинавию, игра про викингов, естественно, орел-то какой-то, видимо, бог нас принес внутрь, ну, собственно говоря, начинается наше самое обучение. И сразу, друзья, дождь. Хорошо, вы говорите, ворон различный, не, дождь, по-моему, пропадет, отлично. В общем, игра занимается всего лишь один гигабайт, но при этом, смотрите, каких размеров мир. Вот, видите, я, вот это вот маленькое место, да, вот мой ворон так вот летел. Вот, я отматываю карту, смотрите внимательно. Вы представляете, да, какой размер мира, да? Игра в один гигабайт на жестком диске, это просто капец. Очень круто, на самом деле. Все, ворон летает. Я быстренько расскажу, что, как лучше всего начинается, как здесь устроена игра. Нажимаете тап, у вас открывается инвентарь. Что нужно, у нас есть одежда, вот первое, я со сфакел. Сфакел очень удобно драться, рекомендую, потому что факел поджигает, собственно говоря, ребятушек, и они, особенно, когда у тебя больше ударов. Ой, я ворона случайно ударил. Бывает. Я не хотел его бить, ну ладно, давайте с ним поговорим, но еще, по-моему, еще нужно. Да, такое-то обучение, но обучение такое себе, на самом деле. Все достаточно просто. Да, да, добавленная карта, подошли, все. Идем, ребят. Очень интересно сделана система, да, прокачки, вот у нас система прокачки, смотрите, их очень много. Навыков очень много, поэтому сейчас маленькое количество открыто, на самом деле их очень много. И прыжок, и бег, и удары, и поле еще и реже, еще и звука, и этих навыков. Ну, в общем, грубо говоря, это Скайрим на минимал, как грубо. Получается. Есть различные трофеи, кстати, и тому подобное. Есть, кстати, ПВП, вот что я говорю, мультиплеер, и тому подобное. Все, ребят, нам нужно, собственно говоря, что главное сейчас собрать в первую очередь? Это, желательно, кабанов собирать, потому что кабаны вам дают много преимуществ. Просто, блин, ничего не видно. Да, играю, ребята, только от третьего лица, от первого лица вы никак не поиграете. Сразу вам говорю. Видите, я вот ударил, за раз прокачал себе дубинки. На самом деле, чуть-чуть, гремлинг бегает. Сейчас мы ударим его нормально. Видите, он догорает. Вот, ну, очень много крафта. Прям куча крафта, я вам покажу. Есть очень классная система строительства этих вот, как это называется. Вот здесь я опять пробежал, и получил навык бега второго уровня. Очень классная система строительства помещений. То есть, можете целые города строить. Причем, ничем вас в селе не ограничивает. Единственное, что, когда вы так вот иногда смотрите, бывает фпс неровный. Но это, как я говорил. Собирайте, кстати, в первую очередь. Как я и говорил, это проблема с максимумом движка. Два удара, можно уже отбежать, и он сам догорит. Очень удобно. Забираем все, что с него падает. Главное, первую очередь, собирайте вот такие вот ветки и камни. Это самое нужное в игре. Особенно ветки. Очень много древесины, потому что очень много еще подобных вам для крафта. Нажимаете к ТАП, и можете уже первые вещи крафтить. Но у нас мы сейчас спираемся, скорее всего, в древесину. И чтобы, в общем, быстро древесину добывать, есть небольшие лайфхаки, я вам сейчас покажу. Но есть такие ветки сначала. Но вообще, если вы много наберете древесины, я вам покажу один лайфхак. Сейчас мы, ну, в принципе, мы, наверное, успеем показать это в видео. Вот еще, видите, валяется. Можно много еще пропустить. Вообще, вы можете бить вот такие кусты, на самом деле. С них падает по три штуки, по-моему, сразу. Бывает, даже падает смола. Смола нужна для факелов. Факел в плохом состоянии, да. Давайте, потому что с крафтом, по-моему, уже можно. Дубинку крафтим. Факел вам, конечно, не понадобится, потому что он, конечно, очень нужная вещь. Давайте, в принципе, с крафтим. Но попозже, попозже, ребят. Здесь вы можете намокнуть. Здесь вы можете... Ладно, может, холодно. Здесь надо будет крафтить костры. Да, вот, собственно говоря, лайфхак. Как, собственно говоря, быстро надо брать. А, ну, тут ноль у нас не получается. В общем, вот такие вот бренны валяются. Это самый лучший, самый быстрый способ добывать из них ресурсы. Для этого, по-моему, понадобится вот такой каменный топор. Нам немножечко не хватает камней на него. Но мы сейчас это делаем. Но так пока бегайте, можете набивать пока из обычного бука. Тоже штуки по три примерно бывает падает. Как повезет. Так же можно пни бить. В принципе, здесь все можно бить. Здесь даже, по-моему, можно, если я правильно помню, бить вот эти березы и тому подобное. Но для этого нужно более крутые инструменты. Просто все опирается, видите, в нулевой урон. Все опирается в инструменты. Просто банально. Так, нам нужны камни. Камни есть двух типов. Так, сейчас убираем. Вот, есть обычные камни, вот такие. Есть камни, которые тоже вам понадобятся. Очень много, в большом количестве. Камни, которые находятся... Которые растут вот... Камни растут, которые находятся... И бывают, попадаются. В основном в реках или вот на берегах. Сам покажу. Я думаю, мы его быстро найдем, этот камень. Так. Что-то нету камней этих, которые нужны. Самые нужные камни, блин. Видите, опять прокачался бег. Все очень быстро прокачивается. Очень интересно. Карта реально гигантская. Я вам показывал. Гигантских размеров. Здесь можно плавать. Здесь есть корабли. Здесь есть... Ну, то есть, не сможем, к сожалению, убить эту штуку. Здесь много вариантов, как можно выживать. Это очень круто. То есть, игра для раннего доступа, для 1-гигабайтной игры, почему меня поразило, в игре очень много, ребята, очень большая карта, и очень много можно что делать. Есть подземелье. Здесь вот этот камень, кстати. Вот они. Он тоже камень называется, но на самом деле это кремень, видите? Все как бы камень, но он и кремень. Почему он, собственно, и бывает? Кстати, да. Система боя в игре. Сейчас вам покажу. Здесь есть, собственно говоря, блок. Здесь можно уворачиваться. То есть, такой, знаете, Dark Souls. По всем при этом. То есть, в принципе, какие-то вещи зависят, в принципе, даже, ребята, и от вас. Побежимся вперед. Построим здесь какое-нибудь простое себе. Ну, что построить, что-то постой. Нужно хотя бы сделать себе нормальный молот. А, я уже могу его сделать с каменным. Чтобы быстрее бить некоторые вещи. Вот он, каменный молот. У него большой урон. По сравнению с другими этими штуками. И можно быстрее тот же бамбук избивать. Видите? Вот куча навыков. Я не знаю, их штук, наверное, 20 какие. Ну, я видел только, наверное, маленькое количество. Но очень много навыков. Можете ловить рыбу. Можете есть кусты различные. Можете, что хотите. Вот, я тоже говорю, эти пеньки. И теперь вот таким молотом можно бить. И с них падает, ребят, по-моему, побольше. И падает по 4 древесины. Даже. Опять по-разному. Рандомблиз тоже есть в этом плане. И очень интересная система еды здесь сделана. То есть, я сейчас вам расскажу. Это наше здоровье. Это система бодрствования. Это еда. Вот это шкала. Для этой шкалы есть... Она может увеличиваться и регинить жизни за счет различных трех видов еды. Я стою по-станей. Вот я еду на первую нашел. Там здесь грибы. Можете кушать. Такая фигня. Такая спокойная. Когда вы едите, смотрите, прикол. Я ем. Вот эта штука, шкала увеличилась. И она уменьшается. И вам нужно вот так вот эти штуки есть. И вы можете три разных вида еды. Чтобы понимали. На будущее все. Будете, как сказать, купить эту игру. Потому что она очень прикольная. Реально. Самое главное, что, конечно, здесь сразу есть сходы мультиплеера. И это очень большой подспорь. Потому что без мультиплеера было бы не так круто. Все. Давайте построим где-нибудь хату свою. Да? Хату с края. Я думаю, что она будет где-то на берегу. Потому что она будет потом проще будет строить на с вами корабль. Это просто забирается. Вот. А корабль, первый корабль, это просто флот. Но здесь могут быть большие корабли викингов. А полностью все обмундирование викинги. Можете лук строить. Можете находить заброшенные города. Заброшенные локации. Заброшенные всякие. Вот, например, вот заброшенные. Можете такие домики найти. У них бывает что-то полезное. Бывает что-то такие попадаются. Ну, в данном случае, если мудиков нету. Бывает, попадается еще... Кстати, знаете, что попадается? Мед можете собирать. Бывает, попадаются вот эти улья. Будьте аккуратны, они вас дамажут ядом. Можете просто какой-то дом взять чужой, приватизировать на самом деле. Дома вообще можно рандомно строить. Они абсолютно рандомны. Вот такой вот вариант дома можете построить. Самый простой вариант. А даже можно было поспать. Но вот то, что я говорил, эти... Вон там находится злочастное гнездо. Избирать его по-хорошему лучше всего именно луком. А лук, чтобы скрафтить, нужно тут очень прилично постараться. Так, пойдем дальше. Вот, то есть, игра, в принципе, если вам понравится, я могу ее проходить. Она достаточно длинная, судя по всему, будет здесь. Видите, был пролаг небольшой. В целом, FPS нормально. У меня карта, конечно, не самая мощная, но не самая, собственно говоря, и слабая. Поэтому, ну, в системных требованиях, она там, минимальная система требований от этой игры. У меня, конечно, максимальная графика стоит. А буквально там нужно GTX 500 серии. Ну, то есть, очень древние карточки позволяют мне играть. Вот, кабаны очень важны тем, потому что с кабанов падает такой ресурс, как кожа, но материалы. Из него очень много дальше крафтится. Но в первую очередь, надо собирать вам... Запоминаете именно ветки. Ветки, точнее, вот эти вот стуки робите и собираете. С древесины, потому что на древесине здесь все строится, здесь все крафтится, с древесины и так далее. Это почти основные материалы. Ну, как я и говорил, удобнее всего... А, я покажу сейчас один лайфхак, если я смогу сейчас, подожди, построить. Строй молот. Молот делается для создания всякой фигни. Ну, вообще всего в игре. Да, вот, я скажу, молот не написала об этом. Давайте подеремся. Вот он, блок. Также можно уворачиваться. И можно так вот... Мурлоку по голове. Он пошел охуешь на Мурлока. Собираем, собираем. Вам будет немножко подсказывать этот ворон в начале игры. Но тут все очень-очень просто. Я вам... Просто я вам это все показываю в очень быстром режиме всяких воронов. Там вам было не проблема. В общем, вы можете только одну еду жрать одновременно. То есть у вас три ячейки для трех разных видов еды. Ну, то есть грибы тут есть. Грибы, причем, различного вида бывают. Там подобные. Вот еще одно, смотрите. Постройка. Есть сундук. Но там тоже, видите, пчелы. Давайте возьмем... Здесь можно стрелы делать. Вот. Интарный материал. В принципе, классное место. Можно здесь поселиться. Но я думаю, что мы на берегу поселимся. Вот то, что я говорил. Вот эти вот пни. У них выгоднее всего разбивать. Потому что, видите, какая графика, да? Вот явно влоксельная графика. Это не пиксели. Ну, мне так кажется. Потому что, ну, нельзя сделать гигантский мир в один гигабайт. И чтобы... Ну, все, чтобы это было достаточно... Мало места занимало, сами понимаете. Но это факт, как говорится. Сами видите. Системные требования в один гигабайт. Я реально смотрел, один гигабайт занимает. Я просто в шоке, что один гигабайт занимает. Игра такого уровня. Я сначала думал, что Юинити сделан движок. Но я думаю, что собственный движок. Так, камушки. Хорошо, давайте возьмем, наконец-таки, топор. Точнее, вот эту штуку. И вот система крафта. Нам с вами нужно поставить вот эту штуку. Но лучше все это сделать в доме. Я думаю, мы как-нибудь дом сейчас себе захейтим. Так, сейчас. Сначала мы, конечно же, побьем еще бремя. Потому что все бремя упирается в древесину, в основном. Здесь очень красиво ночью. Здесь есть разные монстры. Есть монстры гигантских размеров. Такие трехэтажные тролли есть. Там подобное. Здесь прикольно плавать по воде. Вам тоже понравится, ребята. То есть, если вы любите выживание, типа раз, там подобное. Эта игра прям очень крутая. И, кстати, я думаю, может быть, приватизировать этот вот дом. Я кого-то слышу. Там тролли ходят. В этом доме, смотрите, он уже почти достроен. Его можно саму достроить. Но здесь проблема... А, если сделаем кирку, мы можем все почистить, в принципе, здесь кирка. Да. Давайте дом доделаем. Я сейчас вам покажу. Для того, чтобы начать крафтить, вам нужно, смотрите, вам нужно взять в руки вот этот вот молот деревянный. Нажимаете потом. Так, нажимаете правой кнопкой мышки. Убираете вот эту штуку. Верстак вам нужен. Верстак вам нужен именно в доме, чтобы вы могли что-то крафтить реально. Ставьте под крышу. Все, видите, появилось куча всего. Дальше вам понадобится, конечно же, еще кровать. Обязательно. Продайте кровать, я вам обещаю, она вам понадобится. Дальше можете строить... Мы сейчас давайте достроим этот вот дом. Смотрите. Видите, я прыгнул, но я получила этот прокачанный навык. То есть, здесь все прокачивается. Потихонечку в чужой дом можете, в принципе, взять вот так вот и себе приватизировать, на самом деле. Почему бы и нет, да? Вот еще на древной возле меня валяется большое. Вот большие брено, самый выгодный вариант. Советую вам бить его. Потому что... О, чем мы, опять штук, по-моему, падает. Потому что звука падает от одного до трех. Спней где-то тоже от одного до пяти. А сберем, как минимум, по пять падает всегда. Так, здесь ставим дверь, смотрите. Короче, берем опять эту штуку. Берем дверь. Открываем. Опа. Так, чтобы это, чтобы внутри почистить, вам понадобится. Смотрите, что вам понадобится. Я вам сразу покажу, что его не тупили, как я... Ворон прилетел. Заходите сюда, нажимайте. О, должен быть под крышей. Да, крыши не хватает еще. Так, отвали, ворон. Так, вот и штук можете бить, да? Называется, что тоже ресурсы. По две упал, вот раз. Так, и теперь, чтобы остать крышу, опять же, например, крышки, смотрите, крышу, почему в различных углах можно строить. Такой рандом классно сделали, мне очень нравится. Причем крыша есть в разных наклонах, поэтому... Надо точно понимать, какую крышу поставить. Нам вот так вот нужно поставить. Бежит монстрик. Это самые легкие монстрики, вот это, как говорят, там дальше есть черный лес. Локация, где-то примерно там находят. Хотя тут рандомный мир, может быть и не там, да? Нет, в совершенно другом месте зарандомил. Здесь гигантский мир, и он полностью рандомный, вы представляете? Очень куда-то сделано. Так, могу я пользоваться? Могу. Крафтим мотыгу. Может, так я тоже апгрейдить, там подобное можно сделать. Какая-то оружие, себя влезет, там чинить и так далее. Все это тоже делать можно. И вот мотыга, смотрите, что делает. Она делает вот так вот красиво все. Вот так вот. Я подозреваю, что в будущем можно будет что-то садить, наверное. Да. Также вы можете удалять предметы. Вот так вот нажимаете, удаляете предмет. Допустим, полы можно поудалять, если вам не понравилось. Это, собственно, средненько в камышке удаляется. Справа все написано, думаю, на русском языке, так что проблем с этим нет никаких. Никаких. Достраиваем крышу. Крышу тоже надо бы это сочинить потихонечку. Видите, я вот чужой дом приватизировал. И мне все нормально здесь жить. А этот дом можно реально разрушать, потому что здесь все разрушается. Даже камень можно разрушить, потому что... Даже этот камень можно, собственно говоря, разрушить, но мы не можем разрушить, потому что не хватает банально... А что от кустов древесины... Тоже древесины, даже видите, от кустов древесины. Ну, древесины от основной ресурсы. Вот эта штука тоже, видите, рубится, но проблем... А какой бог, подождите? Древесина полностью рубится. Подождите, вот эта штука не рубилась у меня. Подождите, что это за бред? Не может быть. Лакушка жизни не показывается. А, тут еще и так тоже дробится. Это замечательно. Просто у меня не рубились. Почему? Большие деревья этим топором. Она же специальный топор. Хотя надо снова покушать. Это зависит от регена ваших жизней. И мне прибило бревном, да. Я читал отзывы, что очень часто прибивает бревном. Я про это забыл. И, собственно, да. Я не поспал на кровати, соответственно, с самого начала. Но, благо, мы тут рядом находимся, поэтому добежим быстро. Вот. Собственно говоря, по еде, как я говорил же. Хватит уже ворон. Иди отсюда. Здесь все качается. Как видите, навыков уже очень много становится. Их реально... Ну, тут как минимум штук 20, по-моему, я уже видел. Да, также есть в игре выносливость. Потому что здесь система сделана как в Dark Souls. По сути, все битвы происходят. Да, ворон, что ты меня хочешь? А, подождите, подождите. Там была промо-тока написана, я прочитал. Так. Массильный урон. Ну, тут много раз нас обучают, там, подобное. Мы все с вами видели. Кстати, я пока бежал, нашел чуть-чуть еще полезный поход, да? Давайте посмотрим. Какой-то наблюдательную вышку нашел, смотрите. Так. Там ничего нету. Эти все... Самый главный прикол, что вот эти все вышки вы можете разбирать. Знаете, как это делается? Вы ставите сюда верстак рядом с ней, и полностью разбираете, удаляете, и у вас ресурсы возвращаются все. Очень удобная штука. Советую вам пользоваться. Да, теряйте навыки, когда вы умираете. Поэтому, давайте не умирать. Но какое-то время вы не теряете навыки. Сначала теряете, потом умираете, не теряете, потом опять теряете. На случай, если я опять сдохну, то, скорее всего, я не потеряю навыки. Мы уже почти добежали. Так что, ребят, не волнуемся. Да, вот этих вот оленей, я пытался завалить их. Я факел, наверное, завалил оленей, но в идеале крафтите лук, только тогда можно нормально реально завалить. Так, вон наш дом, ребят, видите? Смотрите, какая красивая игра. В 1 гигабайт занимает. С гигантским миром. Шок. Просто шок-контент. Так, давайте посмотрим, что здесь произошло. Отбегайте, собственно. Сюда, да, надо поспать, собственно. Я же, по-моему, крышу сделал, так что с этим проблем не будет. Давайте посмотрим. Первый раз вы сохраняетесь. Да, все. А второй раз вы спите. Ночью лучше спать. Так, кушаем. Попробуем зарубить эту штуку. Еще раз. Что-то бревно убивает. Это очень стремно страшно. 10 ресурсов, ребята. Офигеть. Ну это только можно бить вот этим молотком. Камин-допором. Это вам нужно брать, конечно же, камни. И у меня скорость сломается. Причем этот топор, вот все оружия, они еще по разной классу разделаны. Если есть колющее, рубящее оружие, колющее оружие, оно бьет прямо. Вот это оружие бьет, можно ударить им оружие сразу кучу человек, допустим, и тому подобное. Это тоже надо знать. Куча таких вот нюансов. Поэтому, ребята, тренируйтесь, как говорится. Давайте поспим, в принципе. Если бег мертвеца, когда поднимает свой ресурс, вас не могут убить. Хорошо. А, думаю, что нам нужен костер, да? Давайте внутри сделаем, наверное. Мы же все-таки викинги. Надо даже костер внутри делать. Мне почему-то кажется. Кстати, помимо прочего, у вас здесь есть освещение. Какое-то сейчас вам покажу. Ну, можете какое-то освещение поставить. Например, вот так. И вот так. Очень удобно. Я пододелался, когда играл избушку на этих. Видите, штуки нужно ремонтировать. Это берете в руки эту штуку, систему ремонта, и ремонтируете. Просто некоторые... Ну, то есть, не моя была постройка. Я тут кто-то воевал, не знаю. Но они выглядят уже как неровные, и вы поймете, что их нужно ремонтировать. Собственно говоря, все просто. Ну, на ремонт тоже, ребят, тратятся ресурсы, если что. Я вас предупредил, как говорится. Видите, все прям красиво стало. А вот еще некрасиво. И вот тут некрасиво. Вот. А, собственно говоря, давайте костер сделаем. Единственный нюанс. Сейчас. Что нам для Костана? Нужно пять камней. Давайте сейчас быстренько их найдем. Возьмем факел в руки, чтобы было видно. Камни. Единственный нюанс, чтобы вы сразу не тупили, я сразу ступил. А здесь есть некоторая штука, там, для мяса сделана, да. Ее главное, здесь штука ставит на костер. Если вы поставите не на костер. Кстати, будет проблема. Как я говорил, вот эти кремния валяются возле... Собственно говоря, возле рек и возле берега. Поэтому это учитывайте нюанс. Вот этим вам холодно написали. Вот есть какие-то тролли бегают по ночам, бывает. Ну, это первый локат. Здесь, что страшно, боятся тут все легко убиваемые враги. Но вообще, есть очень неприятные враги, которые ходят подальше. Слушайте, надо найти где-то камни. Я хочу костер все-таки сделать. Что-то мне хочет ворона. Хорошо. Ну ладно, ворон сказал, что когда вам холодно или вы намокли, выносится, становится медленнее. Кабанчиков сейчас пошугаем. Да, у вас могут быть в одной реке два оружия. Точнее, вы можете факел с каким-то оружием совмещать. Очень удобно. А можете вбить именно факел. Тогда просто надо переделать. Ну, переставить, грубо говоря. Так, ну у нас проверим с камнями. Даже с кем мне камни нужно? Мне нужно еще четыре камня. Я удивлюсь проверим с камнями, потому что первые камни, они самые-то такие распространенные. Почему у меня с ним проблемы, не совсем понятно. Даже с камнем у меня было. Столько проблем у меня было, как с камнями. Так, да, карта потихонечку идти и бега открывается. А всякие чекпоинты, сэффпоинты будут. То есть различные города. Различные тут гигантские города тоже. Я их падаю не видел, но я видел паролика, они существуют. Если вы сомневаетесь, что они существуют реально. Так, ну блин, ну серьезно. Нам просто не повезло, что здесь очень много травы в этом месте. Я поэтому нифига не вижу. Если будет сейчас ночь, может быть так пойти поспать, я не знаю. Да, и так же встречаются вот такие вот камни. Я не очень понял, для чего они нужны. Возможно, какие-то спалны. Не спалны, а какие-то вот места вот на этом камне. Вы видите, ничего везде как бы нету. Поэтому странно. Маленькие мурлаки. Но если камни искать, так надо искать там, где нет травы. Вот здесь вот где-то примерно. Но сейчас темно, ни хрена не видно. Боюсь, что это бесполезно. Вообще, как бы можно было вот так разбить, но даже если я возьму в руки вот эту штуку, он помню тоже не... Да, тут нужны специальные топоры, сделанные из кремния, которые, по-моему, пробивают. Вот, в принципе, маленький камень, да, спорных разбить. Может быть, эти... Здесь есть руда, здесь есть куча всяких нюансов. Подземелье. Вот эти камни нужны. Наконец-таки я нашел. Батя, все по два камня подается. Вот теперь много камней мы нашли. Наконец-таки. В общем, игра интересная. На самом деле. И... Наверное, благодаря вам. Скорее всего, благодаря тому, что здесь просто гигантский мир. Реально большой. Так вот, обычные камни. Все, бежим, попробуем взялось костер. Я помню, 5 камней есть, да. Ну, привет, вы, варлоки. Я помню, как я, когда на стриме драпал от гигантского тролля, там было очень весело, конечно. Да, также, сколько я понял, вы не можете плавать по морю, а все потому, что вы сдохнете через какое-то время. Поэтому здесь надо плавать на плотах, на кораблях. Почему ты дохлешь постепенно? Не знаю, почему. Так. Давайте сделать костер. Где-нибудь в углу его сделаем. Берем для этого вот эту штуку. Бам. И теперь еще можно поставить сверху вот такую штуку для мяса. Но нужно сдать именно на костер, ребята. Это очень важно. Я не знал, я потом поставил, потом понял. И можете вот такие вот мясо жарить вот так вот. Какой-то бак есть, по-моему, здесь топливо бесконечное, насколько я понял. Но это, по-моему, бак какой-то. Я когда вот закинул максимальное топливо, оно мне вообще никогда больше не тратилось. А, найдем спать, друзья. Идем в отдых. В общем, друзья, вот такая игрушечка. Здесь можно стоить плоты, крафт, кучу крафта. Прям кучу, кучу всяких выжать. Ну, я думаю, что будет самое прикольное выживать именно в оперативе. Потому что игра именно сделана для совместного прохождения. Достроили мы еще себе крышу, но достроим. Давайте посмотрим, что можно скрафтить еще полезного. Вот этот молот, кремниевый топор. Мы его проверим. По-моему, он, во-первых, более мощный, у него урон больше. Вот, и мы можем проверить, как он бьет. Вот здесь у нас апгрейды, ремонт. Давайте отремонтируем, допустим, вот эту штуку. Ага, вот ремонт как-то вот так нажимается, вот так это работает. Немножко по-другому, к сожалению. И к счастью. У нас угольки. Вот где-то вот эти вот мясо жарится, а мясо из этих вот монстриков, из кабанов, оно почему-то в уголь превращается. Мясо из этих вот ребят еще, которые, типа, марлоков, это можно кушать. Вот это называется хвост Никса на эти мясо. Вот это вот будет как мясо, нормальное. Странно. Видите теперь, как жизнь поднимает? Мясо жизни поднимется с 30 постепенно до 50, наверное. Еще есть 30 слот, где можно другую еду скушать. у вас тоже все поднимется. Так, давайте посмотрим, могу ли я крафтить удар ногой мытье можно делать. Это называется Спартакик, по-моему, да? По-моему, можно корабль строить, но я не помню, что для этого нужно. Давайте посмотрим. А, нужна колодка, подождите. Вот что нужно. Нужна колодка. Я, по-моему, не могу искать, подождите. Все, посмотрим. А, здесь камней нужно обычных, да? 4. Давайте побегаем по-быстреньки, побегаем. Пособираем. Здесь всякие все ресурсы, они постоянно спаунят. Здесь деревья, которые падают, спаунятся, камни спаунятся и так далее. Поэтому можете не бояться, что возле вашей деревни вокруг закончатся ресурсы. Без проблем все спаунятся. даже вот эти вот кусты отрастают заново. Поэтому можете не бояться этого. Так, нам нужно посмотреть и камни, я вам покажу. Там, можно сказать, очень веселую штуку под названием плод. Куда-нибудь уплыть? Ну, я вам не советую на самом деле плыть в самом начале. Пописню, почему. Потому что куда вы туда, куда вы поплывете, там вас, скорее всего, поимеют. Потому что у меня там приплыл, там такие тролли, такие трехэтажные. У меня там подземель, которые убивают очень быстро в этих подземелях. Поэтому не рекомендую сразу прям так стремиться куда-то уплывать. Лучше развивайтесь пока на основном вашем участке. Намного спокойнее, намного проще это все будет вам. Чем плыть и там просто вы умрете и вам просто-то обижать. Потому что там и плод потеряете, там подобное. Вам чем вам так кажется нужно? Ну да, видите, это воксельная графика, это не пиксельная. Но могу ошибаться, друзья, могу ошибаться. А теперь спартакик. Ну мне нужно еще парочку этих штук. Опять прокачался и бег. Еще один камень остался. Вот он. Смотрите, короче. Иди сюда. Катя, берем новый топор, проверим, бьет ли он эти камни большие. Давайте эти камни небольшие найдем. Но большие для тебя, я так понимаю, точно бьет. Да. Почему его урон больше? А бьет ли большие камни? Вот это хороший вопрос. Сейчас найдем камни большие. Бежим пока в сторону нашего лагеря. Вот камень, да? Нет, это не камень. Ну вот большой камень, смотрите. Ноль урона, видите, то есть мне нужна какая-то кирка, скорее всего. По-хорошему этих тоже бить, потому что с них очень вкусная штука падает. кожа там специфическая. Тоже с этой хвалить. надо покушать. А, нам нужны кабаны, потому что с кабанов, ребята, собственно говоря, падает кожа, а из кожи вы можете делать... из кожи можно делать одежду, помощи и ты тоже, но нам нужна кожа именно для паруса, ребята, нам нужна для паруса. Видите, все отрастает, все, все есть. Хорошо, вот этот пенек тоже можно срубить, да, так и есть. Видите, небольшие пролагивания все-таки бывают, да, немножечко лагает, но что-нибудь поделаешь. Но она не полагает, это просто неровный фпс, я могу сказать, что она прям, видите, по двумку там одновременно бьет, вообще как-то сделано, то есть топоры, такие взмахивательные предметы, они по площади бьют, это очень круто. А пень можно зарубить? Да. рука зерей повышается, девятый уже уровень. Идум меня пришибило, хорошо. Собственно говоря, это доставим то, что я вам говорил, и теперь если я правильно понимаю, мы можем строить с вами не, а, даю, да, вот он, плод, а нам под него не хватает обрывки кожи, мне их сколько, давайте посмотрим. У меня их, собственно еще нужно две найти. Кожа падает, с этих смола падает, да, для того, что кожи вам нужны, то, что я вам говорил, эти, как называются кабанчики. Пытаемся сейчас кабанчиков найти. Здесь у нас мурлоки обитают обычно в таких заводах. Да, видите, как красиво, тут есть и туман, да, и рассветы красивые, закаты красивые, но очень прям классно с факелом бегать. Вот и кабаны. Вы там не нужны. Пять? Нет, и пять должны быть больше. Вот, все, погнали. А почему делать этот плод, и он плод, он плод реагирует, тут есть понятие ветра, понятие, как парус надут, и так далее. То есть, это тоже надо все учитывать, это все реально работает. Спаси ветра вы не поплывете. да, когда вы бегаете, аккуратненько нас летит из-за выносливости, потому что нас летит и вас могут просто убить. Все, погнали. Ветер сейчас дует, судя по всему, в ту сторону, как же мы сможем нормально поплавать, но я вам просто покажу, как это работает. Вернули. Забрались. Ну, ведь ветер у нас с левой стороны дует, получается, мы можем поплыть. полный парус, максимальный парус и управляетесь, можете поворачивать. Но когда у вас плода спрыгнет, спрыгнете, то есть этот парус перестает работать, то есть плод без вас не уплывет. Все, там боитесь, там подобные вот эти. По ветру идем, но это самый простейший плод, а тут есть гигантские треремы, викингов, там подобные можно плавать, а когда играется мультиплей, это, судя по всему, вообще должно быть очень весело. Очень удобно все управляется. вам понравится. Туман, какой смотрите утром, красиво. Вот, ребята, вот такая вот игра, я, в принципе, все, что хотел показать, чтобы не тупили, вам показал, как, что красится, где, как, что здесь работает. Я думаю, вы разберете дальше, если вы хотите поиграть. Если вам интересна наша игра, дальше прохождение, я буду походить, в принципе, вон, ветер, рыбает даже плавать. Я могу пройти ее сейчас для канала, могу, типа, на стримах, пишите, как вам будет интересно, а, давайте, с ними поиграем. Главное, плота не спрыгивайте, потому что вы можете не доплыть и утонуть, потому что вас дамажит на большой глубине, ребят, на воду, я вам просто говорю. Вы такого не делали, все, пускай плотный стоит. Видите, я с леса, он плотов твички выключается, никуда не больше не плывет. Вот, максимальный вид, это вот такой, первой леса, а вот максимальный, вот такой. Хоть! И строили сразу, который кидается, зякие скелеты, здесь очень прикольно, на самом деле, очень много сейчас сделано. Вам, ребят, понравится. Ну, а с вами был Клаус, почему смотрели, всем пока.